Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии программа «Духовная жизнь». Меня зовут Татьяна Трофимова. Вопросы нашему гостю, священнику Максиму Курленко, задают жители и гости города Чебоксары. Здравствуйте, отец Максим! Здравствуйте! В этот раз мы записали вопросы от учителей одной из чебоксарских школ. Большинство из них касаются семьи и семейного воспитания. Апостол Павел говорил, что идеальная православная семья представляет собой малую церковь. Святитель Иоанн Златоуст писал, где муж, жена и дети соединены узами добродетели, любви и согласия, там среди них живет Христос. Так вот, если соблюдать все эти правила, можно ли думать, что в такой семье будут хорошие отношения? И как создать настоящую православную семью? Как ее сохранить? И на чем строится здоровье семьи? Здесь несколько вопросов. Они очень такие обширные, сложные, длиной в жизнь, что называется. И без личной практики жизни, без личной духовной жизни, я думаю, что ответить на эти вопросы не получится. Можно дать только некоторые какие-то рекомендации, как нам, в принципе, и дают. И апостол Павел, и Иоанн Златоуст, которого сейчас цитировали. Но однозначно, что можно сказать? Что как строить, значит, выстраивать, на каком основании семейные отношения выстраивать семью? Это прежде всего должен быть Бог. Должна быть любовь между супругами. И должен быть Господь Бог, которого супруги впускают в свою жизнь. И которым они освещают свою жизнь. Вот это основание, оно, так сказать, неразрушимо. Несмотря на то, что жизненные коллизии, какие-то ветры и бури, и штормы, они волнуют этот корабль, утлую лачонку, которая плывет, значит, по морям, обушующая море жизненных, значит, забот и так далее. Но, несмотря на это, она не перевернется и дойдет до своего берега, если будет руководствоваться все-таки Богом, руководствоваться заповедями, которые, прежде всего, Господь пишет в нашей совести и дает нам через Священное Писание, через опыт Церкви. То есть здесь двое, как муж и жена, создающие семью, создающие единое целое, потому что семья – это семь разных, но я одно. Вот когда создают это единство и опираются на Бога, это самое главное и важное основание, которое, в принципе, приведет к тому, что семья будет крепкая, семья будет счастливая. Но это не означает, что все будет прекрасно, все будет хорошо. Печали и скорби будут везде и всегда тоже. Здесь без них совершенно невозможно. Господь не зря же сказал, что «кто хочет быть моим учеником, возьми крест свой, следуй за мной». Неважно, человек один следует или вдвоем в семье, он все равно крест нести. Понимаете? Потому что ведь для того, чтобы впустить другого в свою жизнь, это сразу так не произойдет. Для этого нужно хотеть этого, понимать этого. Для этого нужно уметь открывать свою душу, для этого нужно уметь прощать, для этого нужно уметь терпеть, раскрывать действительно такие качества души, которые называются в православии добродетелями. В противоположности им другие качества есть, которые называют на языке православной аскетики страсти, что переводится в страсть как страдание. Они приносят страдания. Ну, допустим, такие как блуд, уныние, ложь, сребролюбие, тщеславие, гордость, гнев, чревоугодие, зависть. И добродетели, самое главное, основное – это вера, надежда и любовь. То есть, двое, он и она будут понимать, что их любовь нужно созидать, нужно прилагать огромнейший титанический труд для того, чтобы создать атмосферу любви и для того, чтобы научиться ее сохранить в семье. То есть, двое будут это понимать и к этому стремиться, тогда, безусловно, будут раскрываться и добродетели, тогда, безусловно, они будут чувствовать, что их единство наполнено божественным присутствием. Тогда будет и радость, и радость, побеждающая скорби. Но скорби тоже будут, безусловно, потому что без них никак. Даже обычная статистика нам говорит о том, что те, кто опирается на веру, а их семьи более крепкие. Я не владею именно цифрами, но думаю, что вы спорить не будете, что в семьях верующих людей нет алкоголиков, нет наркоманов, нет разводов, нет абортов. Понимаете? Может быть, разводы есть, но практически их нет. Даже, допустим, статистика православной Российской империи, дореволюционной, там разводов практически не было. И сегодня что у нас происходит? Количество браков практически равно количеству разводов. Почему? Потому что люди, они не могут жить друг с другом, потому что они гордые, раскрывают вместо того, чтобы раскрывать добродетели, созидать любовь, они раскрывают вот эту свою самость и пытаются втянуть в орбиту своих интересов, своего близкого человека. Видеть его не как образ и подобие Божие, которому нужно открыть свою душу, которому нужно тоже служить, а видеть его как одним из элементов, который удовлетворяет его потребности, ну, такое потребительское настроение. Поэтому и трагедия происходит, когда двое эгоиста особенно сталкиваются лбами, изначально живут мечтами, этими мечтами они создают семью, но жизнь реальная показывает совсем другое. И вот ни сил, ни мудрости для того, чтобы создать реальную семью, не хватает. Поэтому семьи разрушаются, к сожалению. Получается, здоровье семьи строится тогда на любви, на опоре на Бога, на терпении? Обязательно. То есть любовь, вера, надежда. То есть это самые главные добродетели. Три столпа добродетелей. Вот молодые люди поженились, через некоторое время у них рождается ребенок. Педагог-психолог Анна Базилевская спрашивает. Меня всегда интересовал такой вопрос, как подобрать имя ребенку по церковным канонам. Вы знаете, вот до революции как было? До революции нарекали имя на восьмой день. Это идет еще с ветхозаветных времен. Даже вот я когда крещу младенцев, там требник открываю, в чине крещения, там есть наречение имени на восьмой день. Это еще с ветхозаветных времен идет, с древних времен. Но сейчас эта практика, она не очень соблюдается и нарекает имя даже среди православных семей именно то имя, которое хотели бы дать. или имя, день в который родился, или может быть имя, которое наиболее, так сказать, интересно. Извините, перебью, пока мы не ушли далеко. А почему именно на восьмой день? Есть какая-то причина обоснований? Ну да, это еще в Ветхом Завете именно на восьмой день совершалось тогда обрезание, соответственно, и наречение имени. И наречение имени. То есть традиция и практика ветхозаветная. Она перекочевала, как некоторые другие установления, в практику новозаветной церкви. Поэтому вот если по канонам, которые дореволюционные, ребенок рождался, смотрели святцы святых на восьмой день. Не в тот день, когда родился, а именно на восьмой, когда будет наречение имени. Смотрит, приходит в храм на восьмой день, крестится, и, соответственно, тогда священник читает наречение имени. Главное, чтобы имя соответствовало все-таки христианскому святому, чтобы имя было освящено, потому что это действительно очень глубоко, таинственное, мистическое событие наречения имени. Через это имя христианское, данное в крещении, человек связывается с Богом и, как бы сказать, формируется для того, чтобы войти, личность формируется для того, чтобы войти в небесное царствие. Разные семьи, разные воспитания. Чаще всего дети, сами того не подозревая, копируют поведение своих родителей. Учителя в школе каждый день сталкиваются с палитрой положительных и отрицательных качеств своих воспитанников. У заместителя директора по учебно-воспитательной работе Людмилы Самариной следующий вопрос. Народная мудрость гласит, из худого семени не вырастешь доброго племени. Или же следующая мудрость. Ребенок учится тому, что видит у себя в дому, и родители – пример ему. Как вы считаете, как педагогам школы можно выправить это положение? И в продолжение хочется добавить. Имеют ли право учителя вмешиваться в семейное воспитание, менять какие-то ценности у детей, пытаться менять какие-то ценности, пусть даже в положительную сторону? Я думаю, что, безусловно, учителя имеют такое право, потому что на то и призвание педагогу. Не просто же выполняет какие-то функции для того, чтобы дать ребенку набор знаний. Все-таки педагог – это призвание, чтобы участвовать в воспитании ребенка, чтобы эти знания, они нанизывались на правильный стержень, на правильное формирование личности. И если учитель видит какие-то отклонения в ребенке, он, безусловно, должен общаться с родителями. Он должен общаться, он должен быть открыт. Вот как изменить ситуацию? Это очень сложно изменить, потому что если в семье одна атмосфера, ребенок приходит в школу, он, безусловно, несет эту атмосферу в школу, в класс. Он копирует своих родителей. Но учитель призван к тому, чтобы, вот как грудин амбразура, что называется, чтобы все-таки любить детей. А любовь, она подразумевает жертвенность. Вот это жертвенное служение. Поэтому оно так высоко. Учительское служение, так же, как и служение врача. Это жертвенное служение. Поэтому жертвенная любовь. Он видит, любит ребенка и хочет, чтобы ребенок вырос хорошим, настоящим, чистым, честным человеком. Цельной, гармоничной личностью. Раскрывая самые прекрасные качества души. Если он видит какие-то отклонения, он должен, безусловно, сначала беседовать с родителями. Потому что, если кричать на ребенка в классе, если там говорить, ты такой сякой, там называй его непотребными словами, это особого результата это не даст, скорее всего. Но учитель должен быть открыт. Хотя эта открытость несет боль. Вот так же и любой человек, кто любит другого, других, кто переживает за других, он открывает свою душу. А в эту душу часто, так сказать, плюют. Понимаете, это неприятно. Но, тем не менее, вот любовь жертвенная, она на самом деле-то и ведет к человеку, к тому, чтобы стать человеком. Господь нас именно этому учит. Именно поэтому он распялся на кресте и победил таким образом смерть, что он пережил все это отвержение, хотя принес в мир полноту любви. Он говорил о Боге, о вере, о справедливости, о правде. А в него плевали и повесили на кресте. И сказали, нам такого не надо, распять его. Вот, понимаете, и мы должны подражать Христу. И тем самым, вот, этим самым душа, она возвеличивается, возвышается, она возносится. Вот, именно, когда воспринимает жертвенную любовь. Поэтому, прежде всего, вот, педагог должен стоять на страже того, чтобы сохранить себе эту жертвенную любовь. Лелеять, значит, и воспитать в том числе. Хотя в современной обстановке, вот, школа, это очень сложно. Это очень сложно. Это труд титанический. Но, тем не менее, он призван. И через родителей, прежде всего. Все-таки, мне кажется, школа должна быть такой открытой площадкой для родителей. Вот сегодня родители, они приходят в школу только на родительские собрания. Или, когда их вызывают, чтобы отчитать, что там вот тут двойка, здесь плохо повел и так далее. Но нужно создать в школе такую среду, чтобы родителям было интересно туда идти. Чтобы они там могли что-то почерпнуть, связанное с воспитанием, с образованием ребенка. Чтобы они вместе также и тоже образовывались. Какие-то творческие мероприятия, совместные мероприятия. Вот, мне кажется, таким образом, педагог может повлиять на ситуацию, на формирование ребенка. Вы сейчас как раз говорили об учителях, которые любят своих учеников, своих воспитанников. Наверное, следующий вопрос у нас как раз-таки от такого неравнодушного учителя, который очень любит своих учеников. Я работаю в школе первый год, но уже столкнулась с такой ситуацией, когда родители за плохие отметки или плохое поведение психологически и даже физически наказывают своих детей. В связи с этим у меня возник вопрос. Как церковь относится к насилию родителей над детьми? Церковь, конечно, относится отрицательно к насилию над детьми. Но здесь нужно различать. Если преподаватель видит, что ребенок, который пришел в класс с синяками, и там один день, другой день, нужно принимать какие-то определенные меры. У нас есть в каждом районе комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Я, кстати, вхожу в правительственную комиссию нашей республики. Комиссии по районам, по местам, они, в принципе, занимаются лишением родительских прав и разрешением каких-то сложных вопросов, связанных с жизнью трудных подростков и так далее. Поэтому здесь тоже нужно держать руку на пульсе. Это что касается именно избиений детей, физического насилия, особенно если это постоянно происходит. Но здесь нужно разграничивать. Вопрос наказания, он все-таки должен присутствовать в системе воспитания ребенка. Наказание – слово «наказ». Но наказания, они должны быть просто, так сказать, соответствовать тому, что сделал ребенок. И вполне, думаю, что логично будет, если ребенок не слышит родителей, так сказать, делает что-то назло. Ну, можно наказывать, поставить в угол. Лишить каких-то сладостей, каких-то там мультфильмов, еще чего-то. Вот такие системы, они должны быть все-таки наполнены любовью и желанием того, чтобы ребенок понял, что есть определенные правила семьи, в которой живет. Определенные правила морально-нравственные, правила там приличия и так далее. То есть, таким образом тоже происходит воспитание. А вот если ребенок, смотрите, постоянно не слушается, и родители замечают у него немножко отклоняющееся поведение, могут ли они его, допустим, по воскресенье, каждое воскресенье сказать ему, все, каждое воскресенье мы с тобой будем ходить в церковь. Как-то поможет это ему встать на путь истинный? Нет, здесь не поможет. Церковь – это не система наказания, это скорее прерогатива. То есть, в этом случае он ее будет воспринимать как наказание? Если ты хорошо себя ведешь, мы пойдем в церковь, мы будем ближе к Богу, скажем так, в этой атмосфере, таким образом. Но не должна стоять в ряду система запретов в церковь. Это ничего хорошего из-за того, что нет. То есть, в таком ракурсе ни в коем случае нельзя? Ну, строгость должна быть у родителей. Понимаете, вот нас Господь рождает в этот мир для того, чтобы мы что-то в этот мир принесли, прежде всего поняли. И поняли, что есть Бог, что в этот мир каждый должен раскрыть свое призвание, материнство, отцовство. И у каждого, каждый находится на своей, как сказать, сфере раскрытия, дарования. Вот детство – это тоже определенная сфера, определенный этап. И в этом этапе точно так же ребенок должен научиться то, что он несет в этот мир любовь и созидание, добро и радость. Вот этому научиться. И здесь он должен понять, что есть границы ответственности. Понимаете, любовь жертвенная, она всегда связана с ответственностью. Вот это обязательно. Нужно дать такую, так сказать, установку, чтобы ребенок это понял, что есть ответственность и границы ответственности, безусловно. Границы ответственности. Вот, поэтому, если ребенок научится в семье соблюдать эти границы ответственности, научится почитать отца и мать, как одна из десяти заповедей, как вы знаете, да, то тогда, находясь в какой-то другой среде, будь это школа, будь это даже улица или работа, когда он выйдет во взрослую жизнь, он будет уже моделировать те основы, которые заложены в нем с детства. А это самая главная основа все-таки, что есть ответственность, есть границы, которые человек призван наполнять своей любовью и созиданием. И таким образом семья будет более счастливой и гармоничной. Наверное, можно предположить, что в семьях, в которых соблюдают заповеди Божьи, физического насилия не встречается или оно встречается редко. В связи с этим у нас следующий вопрос о чтении священной книги. С чего и как начать изучение взрослой Библии после того, как ребенку уже детскую Библию прочитали? Я бы посоветовал начинать Библию читать с Нового Завета. С Нового Завета, если это ребенок маленький, ну, даже можно взять одно из четырех Евангелий, там, Евангелие от Марка, самое коротенькое Евангелие, значит, там всего 16 глав, и займет прочтение его два часа, не больше, наверное. Но, тем не менее, вот уже это будет отправная точка, от которой можно дальше говорить о жизни Христа более глубоко, чем это повествуется в детской Библии. И если мы берем Новый Завет, обязательно нужно взять толкование на Новый Завет. Потому что, изучая с ребенком книги Священного Писания, родители, наверное, сам не понимают какие-то определенные моменты, связанные с бытом, с культурой, с духовно-богословским контекстом сказанного. И поэтому книги толкования, они могут помочь в разрешении этих вопросов. Я бы посоветовал толкование на Евангелие архиепископа Аверкия Таушева. Это подвижник, значит, 20 века. Язык и стилистика очень близка к современности, поэтому никаких вопросов не возникнет, все коротко, ясно и понятно. Вот для молодежи, для современной, мне кажется, это наиболее оптимальный вариант. Есть, конечно, классики, экзегеты, то есть те, кто толкует, толкователи книг Священного Писания, такие как Феофилак Болгарский, но его читать сложнее гораздо современному молодому человеку. Следующий вопрос. Некоторые крещенные люди меняют имя и даже пол. Как к этому относится церковь? Относится плохо, потому что здесь важен вопрос, если рассмотреть немножко схоластически, то здесь имя, когда меняет имя? Это имя было данное в крещении, или это имя, данное родителями некрещенными? Понимаете, да? Это разные, два совершенно разных момента и разная мотивация. Если, как это было в советское время, называли там Владлена, Владимир Ленин, да, или первая космическая ракета Перкосрак, там, можно, имя такое серьезное было, да, и более неблагозвучное даже не буду их воспроизводить в эфире, тем не менее, конечно, если человек носит такое имя, особенно если он стал христианином, то логично, что он будет менять это имя, чтобы носить имя святого. С другой стороны, если, значит, какие-то языческие такие вот мотивации двигают человека, магическо-языческие, чтобы взять второе имя, его никто не знал, и чтобы, вот, значит, креститься другим именем, и никто меня не сглазит, и так далее. Такое тоже встречал в своей практике. Это, безусловно, человек просто не знает своей веры. Он не знает основ своей веры, не знает то, что крещение совершается один раз в жизни, один раз в жизни дается человеку и имя, наречение имени, которое связывает его с Богом, имя этого святого. И поэтому, конечно, когда человек сам принимает такие решения, здесь что мы видим? Гордость и своеволие. Это ведет в дальнейшем к разрушению личности и к развитию таких пороков, как алкоголизм, наркомания и так далее. Если взять, допустим, алкоголиков, их всех объединяет одно качество души, они все люди своевольные. И поэтому подобного рода поступки, когда человек себя разрывает с традицией, с волей родителей, потому что его крестили родители наверняка в детстве, разрывает традиции со своей верой, он остается один. Ему гораздо будет сложнее раскрыть в себе вот эту связь с Богом, которую призван каждый человек. Что касается смены пола, ну там еще более страшная картина, конечно. Чем это может обернуться? Я не знаю, кто был счастлив после того, как сменил пол, но то, что это проблем добавляет огромное количество. Это совершенно точно. Возвращаясь к теме нашей сегодняшней передачи, к семье, к семейному воспитанию. Вот в начале программы вы сказали, что в семье, в православной семье самое главное – это любить Бога, любить друг друга, уважать друг друга, хорошо относиться к друг другу, иметь терпение. А вот как быть, если один из супругов разлюбил другого и не хочет быть со своей второй половиной? Ну, это опять вопрос своей воли, о чем мы сейчас говорили. Но когда, в общем, была любовь и согласие в семье, этого вопроса не было на повестке дня. То есть, любовь была. Люди, что поменялись, у них такие же качества души остались. Понимаете? Значит, поменялось что-то вот в самом человеке. Не другой поменялось, что я его разлюбил, а в тебе что-то поменялось. Ты очерствел, ты что-то потерял в себе. Поэтому нужно преодолевать это. Нужно терпеть, нужно уважать и нужно стремиться к тому, чтобы эта любовь снова пришла. Разобраться, почему ушло это. Вот эта атмосфера любви, которая делает человека счастливым на самом деле. Обычно это когда человек совершает какие-то грехи. Есть вот две вещи, которые разрушают семью однозначно. Это аборты и измена. Если с утра до вечера он где-то сидит в компьютере и смотрит что-то развратное или к этому сам стремится, то, безусловно, теряет вот это внутреннее единство. Возникает некий антагонизм. Интуиция женщины, она это чувствует, ощущает. Отторжение возникает, возникает разрушение единства, которое очень хрупкое, очень сложно создавать. В итоге все заканчивается скандалами, ссорами и так далее. Нужно понимать, что это крест. И если ты взялся, особенно если есть дети, они же не будут заложниками твоих желаний, хотел, я сейчас хочу, сейчас мне нравится, сейчас не нравится. Это нужно нести, и Господь благословит и даст возможность все это преодолеть. Потому что любовь созидается годами. Сначала дается только залог, только влюбленность. Но какая-то схожесть душевно-эмоционального восприятия этого мира и возникающая энергия, объединяющая, это влюбленность. Она быстро проходит. Но дальше нужно терпеть, нужно нести свой крест, нужно учиться любить, учиться жертвовать. И тогда через этот труд обретается действительно единство, любовь и радость. Но вот если все-таки один из супругов понял, что со вторым что-то не так, что ему нужно делать? Ну, во-первых, на себя посмотреть, каждому полезно. Потому что раньше, когда было что-то так, а сейчас не так, значит, может, что-то во мне изменилось. Постараться, если это девушка, постараться быть такой женой, чтобы он хотел прийти домой, он хотел общаться, он искал это в общении. Понимаете, это творческий процесс. Творческий. Не надо сразу отчаиваться, там, все, так сказать, бить посуду, скандалы, уходить в разные стороны, разбегаться. Это всегда можно успеть. Это самый простой и самый неверный способ. А вот самый верный, самый сложный, это вот преодолеть себя и научиться жить вместе. Все мы от Адама и Евы. Полюбить можно любого человека. Любого. Такого нет, что он мне судьбой предназначен и так далее. Любого. Но если есть вот этот потенциал качеств, который способствует тому, чтобы эта любовь раскрылась, то это возможно. Спасибо, отец Максим, за интересные и полезные ответы. Пожалуйста. На этом мы с вами прощаемся. Всегда помните главные заповеди православных. Возлюби Господа Бога твоего от всего сердца твоего, и ближнего своего, как самого себя. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова